Забайкалье край на краю. Перспектива развития села, возможности нашего региона. На эти и другие темы дискутировали сегодня молодые политики, бизнесмены, учителя и студенты на площадке Забайкалье за и против, организованный в преддверии Сибирского гражданского форума. Плюсы и минусы жизни в нашем регионе. Каким видит сегодняшняя Забайкалья читинская молодежь? Что нужно делать для процветания края? В дискуссии Забайкалье за и против принимали участие около 30 человек. Нам хочется узнать, почему наш город развивается так, а не иначе. Почему молодые люди, окончив университет, уезжают в тот же Новосибирск. Что нам не хватает, чтобы остаться в Забайкальском крае, чтобы мы хотели изменить, мы хотим высказаться от молодежи. За четырьмя круглыми столами участники обсуждали темы, касающиеся развития производства, транспортной инфраструктуры, жизни населения. В ходе дискуссии по каждой теме записывались тезисы. В качестве экспертов, оценивающих участников, выступили авторитетные представители общественности и бизнесмены. Если мы будем двигаться на запад, там будет более успешная Бурятия, гораздо более успешная Иркутская область и так далее. То есть там Томск, Омск, Красноярск, Новосибирск. Они гораздо успешнее нас. Насчет развлечения обучения в КНР, наверное, это тоже, мне кажется, это эпичная идея. Нам нужно развивать свое образование в Забайкальском крае. Проблемы открытия своего бизнеса – вопрос, не на шутку взволновавший участников. В ходе обсуждения выяснилось, что мало кто из них знает, какие шаги нужно предпринять для открытия своего дела, какие документы и справки нужно собрать. Во время дискуссии были выявлены пять самых актуальных вопросов, интересующих читинскую молодежь. Это социальное жилье, противодействие коррупции, качественные автодороги, приграничное сотрудничество, а также популяризация рабочих профессий. Такие мероприятия нужны, потому что они позволяют встретиться людям из разных сфер жизни, из разных сфер деятельности, поделиться существующими проблемами. Вот эти площадки как раз и позволят придать определенный статус вот этим решениям. По итогам круглых столов выбрали четырех самых активных человек. Они примут участие в дискуссии «Мотивация проживания в Сибири», которая пройдет в рамках Сибирского гражданского форума. Марина Кузнецова, Максим Удальцов. Время новостей.